Одно из центральных и любимых многими горожанами мест в Искитиме – парк культуры и отдыха имени Каратеева. Но далеко не каждый знает о человеке, в честь которого названы парк и улица в нашем городе. Искитимский историко-художественный музей в рамках проекта «Имя в истории Искитима» провел встречу на родине нашего героя-земляка Ивана Васильевича Каратеева. 21 января 2019 года исполнилось 105 лет со дня рождения Ивана Каратеева. Искитимский историко-художественный музей совместно с ветеранами пограничной службы и участниками военно-патриотического клуба «Юный разведчик» из Искитимской школы номер 2 юбилей героя отметили вместе с его земляками из села Горевка в клубе села Преображенко. Он служил на Дальнем Востоке и совершил какой-то подвиг в 1937 году. И в то время не было значка ветерана, героя Советского Союза. Восхищаемся им, потому что все-таки земляк. Наше достоинство, что он здесь жил, родился, жил. И вот расславил наш край собой. Мы представляем собой как кружок патриотический, то, что у нас есть в селе такое. У нас есть какое-то представление, что такое война и ее героев, наших земляках, героев страны. Еще в клубе у нас иногда проводятся кружки, линейки, посвященные героям, иногда некоторым подвигам. И по праздникам, например, 9 мая, День Победы, или начало войны, или, допустим, блокады Ленинграда, и вот такие вот праздники. Путешествие в прошлое под названием «Равнение на героя» для земляков Каратеева началось с марш-броска воспитанников Николая Шелегина, одетых в форму пограничников 30-х годов прошлого столетия. Мы стараемся пропагандировать историю создания пограничных войск, героические страницы наших войск, подвиги земляков, которые совершались на протяжении всей славной истории пограничных войск. Сегодня, вот в этот век компьютерный, стремление к военно-исторической реконструкции, она, так сказать, повсеместна. Но это интересно. Почему? Потому что, когда дети говорят, ой, да я знаю, я в стрелялке играл, а ему даешь в руки пулемет, он говорит, да он тяжелый, он тяжелый оказывается. А для того, чтобы подшить петлички, вот новые, надо руки исколоть. Все это практика. А и вот, когда они у меня были маленькие, сейчас у меня уже, ну, они третий год, понимаете, они уже с гордостью идут по улице. Уже машина остановилась. Тетенька с нами поздоровалась, представляете? В 30-е годы мы окунулись. Николай Николаевич уверен, что сегодня, в век компьютерной техники и информационных технологий, важно создавать такие образовательные события, которые дают непосредственную возможность потрогать историю руками. И ему, вместе с его юными разведчиками, реконструкторами, удалось впечатлить юное поколение горевцев и преображенцев рассказами о подвиге замечательного человека, их односельчанина Каратеева, память о котором увековечена в названии парка и улицы в Искитиме, в монументе герою-пограничнику. И не только. А в музее пограничных войск в Москве есть картина художника Михаила Соловьева. Боевой подвиг пограничника Каратеева. С вершины Сопки пограничники ведут огонь по иконам анжурскому отряду, перешедшему государственную границу Советского Союза на Дальнем Востоке. Рядом с пулеметчиками лежит раненый боец. Он как будто хочет встать, чтобы продолжить бой вместе с товарищами, но силы покидают его. Кто он, этот герой? Подвиг которого вдохновил художника на создание яркого по своей выразительности полотна. Иван Васильевич Каратеев. В деталях с использованием уникальных музейных материалов Любовь Владимировна Замиралова поведала собравшимся в зале историю жизни и героического подвига советского пограничника, погибшего во время советско-японского пограничного конфликта 24 ноября 1936 года, защищая Родину в мирное время. Ему было всего 22 года. Детали очень важны, потому что общее понятие – совершил подвиг. Что такое подвиг в 30-е годы? Он даже не герой Советского Союза. Он вообще не был награжден. Хотя вот за события с этим боем 8 человек получили государственные награды, в частности два ордена Ленина, Иван Васильевич Каратеев ни одной из наград не удостоился. Не от того, что, так сказать, вот кто-то чего-то. А практика награждения посмертная, в то время еще широко не употреблялась, поэтому Иван Васильевич Каратеев остался в памяти народа как воин-пограничник-герой. Вот слово сочетание «пограничник-герой» многие воспринимают конкретно. Если герой, значит, герой Советского Союза. Героем Советского Союза Иван Васильевич Каратеев не являлся, но, тем не менее, вот история подвига заключается в течение ряда обстоятельств. Ну, прежде всего, охрана государственной границы всегда была делом доблести и чести советских воинов. На Дальнем Востоке преимущественно всегда служили сибиряки и дальневосточники. А и второе, события 24 ноября 1936 года, они были обособлены тем событием, что в городе Москве работал очередной съезд партии ВКПБ, который принимал судьбоносную Сталинскую Конституцию. Вот представьте себе, в тот момент, когда вся страна обсуждала проект новой Сталинской Конституции, на далеком Дальнем Востоке, вот на маленькой пограничной заставе, пришел боестолкновение трех советских пограничников с ротой Японской. Пограничники расписались кровью за Советскую Конституцию. С замиранием сердца следили из зала дети и взрослые за происходящим на сцене. Современные снимки из космоса уточнили место событий. Хронологию событий представили реконструкторы. Приказу вам выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Движ нарядов за слов, маршрут движения, поплатил на ручки, на высоте 262,2. Задача нарядов – не допустить проникновение на советскую территорию у гостовых групп и в ад. Связь осуществлять посыль. Службу вести до 20 часов 30 минут. Задача нарядов – не допустить проработку на правом государственной границе Союза Советских Социалистических Республик. Задача нарядов – не допустим! Из записей современников Ивана Каратеева и его личных писем сформировался живой образ молодого энергичного юноши, воспитанного скромным, работящим, безотказным на помощь. Он оправдывал доверие комсомольской организации, направившей его на строительство Кузнецкого металлургического комбината, и не подводил сослуживцев и командования на границе. По всем занятиям стрелковым, физическим и политическим Иван имел отличные показатели. Он не имел равных на заставе в джигитовке, стрельбе, рубке шашкой. Совсем немного времени оставалось ему до окончания службы, но вернуться домой ему было не суждено. 24 ноября 1936 года вдвоем против отряда японцев численностью в 50 человек пограничники приняли бой, отправив на заставу связного Николая Литавина. Глубокий смерть, полушубок, валенки мешали быстро бежать по граничнику. Ноги наелись с тяжестью, в голове стучало. Тогда Литавин сбросил с себя полушубок, валенки и помчался дальше. Полчаса спустя, преодолев эти километровые расстояния, он убежал в ленинскую комнату в одной гимнастерке с ободранными в кровь ногами и доложил начальнику заставы лейтенанту Грабу, осмучившимся. А на границе в это время уже шел ожесточенный бой. Двое героев-пограничников Иван Каратей и Михаил Медведев, полевая самурай свинцом из пулемета, заставили их залечь. А когда прибыло подкрепление, под командованием лейтенанта Грабова, японцы в панике стали отступать на свою территорию, оставив на поле боя убитых и раненых. В том числе и командира роты капитана Сигаси, в этом ожесточенном борьбе, делившемся 45 минут. Погиб наш земляк, получив смертельное ранение в голову. Пронзительные строки стихов, посвященных герою, тронули сердца зрителей. А заключительная музыкальная композиция объединила всех присутствующих в едином порыве. Понянет, что я все, сломившись над тобой, они ушли за мне, все прячутся за тобой. Верните память, верните сами, я отманю вас всех звезами. Для школьников из Горевской и Преображенской школы, присутствующих на мероприятии, оно стало большим подарком. История их земляка Каратеева стала близка и понятна каждому, благодаря такому масштабному проекту музея и ветеранов-пограничников. Целая серия мероприятий равнения на подвиг. Это сбор документарных материалов, это овощисление, так сказать, в виде оружия, снаряжение того времени. Это поэтическое воспоминание о жизнедеятельности Каратеева. Мне это интересно, потому что я служил в том же отряде, где Иван Васильевич Каратеев, только он служил в 1936 году, а в 1969 году. Моя застава находилась в 16 километрах, ну там 16-11, вот от места совершенного подвига. И вот здесь в зале еще ветераны пограничных войск, градековцы, 58-й градековский пограничный отряд НКВД СССР имени Лазаря Моисеевича Гагановича. Вот так вот, ну такое старое название еще звучало. И что интересно, здесь вот Валерий Акимов, он служил на моей заставе широкой, только в разницу в 26 лет. Представляете, такие куски, да, 38-й там, и вот он тоже ветеран пограничных войск. И что делает Николай Николаевич, я считаю, это вот прям очень большое дело. Ну дай Бог, чтобы он продолжал, то есть мы помогаем ему в этом. Почтить память, наверное, память все-таки о тех людях, которые сложили головы, отстаивая свою родину. Все-таки не забывать о том, что это наша родина, и за нее надо отстаивать все интересы. Создали свой фонд ветеранов-пограничников имени Ивана Васильевича Каратеева. Как бы привлекаем молодежь, всяко помогаем, рассказываем, как служили, что делали, чтобы молодежь знала, что наш земляк, он именно с этих мест, с села Горевки, как бы, и воскетиме, что его памятник отреставрировали его. Сейчас наш фонд добился, что нам разрешили поставить пограничный знак, то есть флагшток, все нам место выделили, стол пограничный. Ну и сейчас еще решаем, добиваемся, чтобы поставить там монумент. Дружба ветеранов-погранвойск, их благотворительный фонд имени Каратеева и бескорыстная помощь в таких социокультурных мероприятиях достойна уважения. Ведь во все времена именно пограничники первыми принимали вражеские удары, грудью заслоняя родину. Потомственный пограничник. У меня отец прослужил 9 лет в Градековском погранотряде. Ну, пришел живой после войны, а сам я служил на Хасане. Наше братство, я считаю, святое, потому что, как нам говорил замполит, мы были рассчитаны всего на 5 минут боя, потому что я служил на корейской, стык корейской, китайской границей наша, а дальше был Тихий океан. Так что тут ничего не забывается, ни однополчане, никто. И гости, и хозяева остались довольны встречей и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Дети и взрослые с удовольствием рассматривали военное обмундирование и оружие, обменивались впечатлением и фотографировались на память. Мероприятие прошло очень живо, очень хорошо, поучительно. Главное, что была задета история тех лет, о которых дети-то уже и не помнят, потому что мало об этом сейчас рассказывают, мало об этом говорят. Очень интересно, живо. Ну и самое главное, что это наша история, о которой мы должны помнить, которую должны знать. Ну, было интересно, много нового узнала. Я горжусь тем, что живу и учусь в деревне, в школе, в котором учился и жил Иван Васильевич Каратеев. Он погиб за Родину. Я всегда хотела равняться на него. Очень классно. Очень классно. Мне радо держать такое оружие, тем более с тех времен. Аккуратненько. Мне очень нравится вот это оружие-болемет, оно очень сильное и берет много патронов. Радость. Радость, что он герой за Родину, заступился. Охота быть таким же, как и он. В 2012-м у нас была прибита мемориальная доска на здании школы. И с тех пор мы, в общем, регулярно проводим классные часы, посвященные подвигу нашего героя. У нас оформлен постоянно действующий стенд об Иване Васильевиче Каратееве. И данное мероприятие сегодня очень понравилось, потому что оно очень полезно именно детям в плане воспитания, патриотизма, любви к Родине, к малой Родине. И детям, я считаю, очень понравилось. Замечательное мероприятие, и мне кажется, надо побольше проводить таких мероприятий. Спасибо вам большое за все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова